Это оригинальное письмо главного конструктора Королёва впервые представлено публике. В нём говорится о новой разработке сверхтяжёлой ракеты «Н-1». Она должна была использоваться для советских экспедиций на Луну. Долгое время лунная программа была засекречена, её раскрыли лишь в конце 80-х годов прошлого века. Уникальный экспонат представлен на выставке документов промышленного развития Самарской губернии. Коллекцию выставки собирали из трёх архивов. Из филиала российского государственного представлены оцифрованные копии документов, а вот оригиналы представлены из областных архивов, в том числе и один из самых старейших документов 1857 года. Это рапорт Самарской городской думы о передаче земли для постройки колокольного завода. Хранить подобные документы, некоторым из них больше 150 лет, целая наука. Необходимо соблюдать определённый температурный режим и влажность. В архивах контролируется влажность, контролируется температура, контролируется наличие механических воздействий на документы. Всё это позволяет сохранять на протяжении десятилетий и самое главное не просто хранить, но и предоставлять их для пользования всем желающим. На самом деле это святая и первейшая обязанность архивистов не только хранить документы, но и представлять их широком внимании общественности. Это великая популяризаторская миссия всех архивов, музеев, библиотек, всех учреждений культуры и архивной отрасли. Поэтому вот такие совместные проекты для нас это большое счастье. Открытие выставки документов приурочено к 169 годовщине со дня образования Самарской губернии. В экспозиции черчежи, фотографии, разрешения на строительство самых известных производств области. Все они фиксируют промышленные прорывы региона, главный из которых был в конце 19 века, когда Самара оказалась на пересечении торговых путей. По Волге стали ходить пароходы, были построены железные дороги. То есть вот это наш самарский край, он стал органично вписываться в имперское пространство. И поэтому экономический потенциал стал развиваться более активно. В музейном комплексе «Россия. Моя история» выставка будет открыта всю эту неделю с 11 до 19 часов. Для посетителей будут проводить обзорные экскурсии, после чего стенды перевезут на месяц в Самарский дворец ветеранов. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.